Приветствую вас на канале Техревизор. Геймерские клавиатуры из крутых материалов с классными наворотами это конечно круто, но некоторые стоят реально неоправданно дорого. А чтобы не переплатить и не поддаться манипуляциям маркетологов, приходится глубоко закапываться в тему, шерстить форумы, смотреть обзоры и анализировать. То ли дело бюджетные клавы, в которых не нужно особо разбираться, ведь они все плюс-минус похожи и сделаны чуть ли не из одного того же. Поэтому сегодня я покажу топ-5 лучших клавиатур стоимостью до 2000 рублей. Конечно, какого-то крутого функционала ожидать не нужно, но радоваться стоит хотя бы тому, что в подборке есть не только типичные мембранки, но и клавиатуры с механическими переключателями. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал и жми на колокольчик. А я начинаю. Пятое место рейтинга занимает Oklik 777G Psycho. Самая обычная клавиатура на мембранной основе, поэтому от нажатий нет какого-то особенного щелчка. Привычный для ушей глухой удар пластикового кейкапа о пластиковую основу. Стандартный форм-фактор на 104 клавиши с нампадом. Но есть и дополнительные 10 мультимедийных клавиш, что меня и привлекло, так как во время игры очень удобно в одно нажатие увеличить громкость или переключить трек. Конечно, из-за этого сама клавиатура получилась реально громоздкой, а плюс еще и подставка под запястье, которая тоже не маленькая. Но в этом видео будут и компактные варианты. Поэтому, если вам нужно сэкономить как можно больше места на столе, то не разочаровывайся и смотри дальше. Ну а тем, кому эта модель приглянулась, расскажу сейчас еще некоторые подробности. Например, подсветка. Здесь она настраиваемая. Правда, вся настройка заканчивается на выборе одного из четырех режимов и одного трех уровней яркости. Но хотя бы те же четыре режима достойны внимания. Некоторые бюджетки вовсе только по яркости могут регулироваться. А здесь вон какая роскошь. Светит хорошо, днем видно, вечером так тем более. Каждый символ отчетливо подсвечивается. Настраивается комбинация клавиш, то есть нет никакого ПО. Но, думаю, это не самая большая проблема. Тут же полностью пластиковый корпус печалит сильнее, так как с ним приходится контактировать постоянно. И к этому ощущению можно разве что привыкнуть или смириться. Но если вас останавливает не какой-то там пластик, а сам факт мембранного типа, то есть неплохая модель с четвертого места. Четвертую строчку занимает Hyper GK5 Paladin. Хотя это не полноценная механика, по классу она относится к полумеханическим. То есть эдакая разновидность механической. По каждой клавише есть переключатель классического типа. Под длинными кейкапами стабилизатор. Все как надо. Но есть и свои особенности. Например, тишина работы по сравнению с бюджетной полноценной механикой на синих свечах. Здесь по своей конструкции переключатели имеют элементарно меньше металла. Поэтому даже учитывая факт, что здесь стоят синие переключатели ZT, тайпинг Hyper GK5 звучит тише всех своих конкурентов. Также у нее ресурс нажатия на несколько десятков миллионов больше. Ну и конкретно эта модель не боится влаги. В общем, от механики отличие не слишком-то и значительное. По сравнению с прошлой Oakley здесь видна разница по габаритам. Хотя клавиатура на полноценные 104 клавиши, отдельно выделенных мультимедийных вы здесь не найдете. Да и подставки под запястье нет. В общем, не самый громоздкий вариант получается. Весь корпус сделан из типичного пластика. На металл намека, к сожалению, нет. Но сильно печалит один момент – подсветка. Есть парочка режимов работы, да. Но все это светится лишь одним цветом – янтарным. Поэтому никаким RGB здесь и не пахнет. Уверен, большинству это не придется по душе. Но те, для кого это критичной роли не играет, сможет с удовольствием играть на клавиатуре. Символы подсвечиваются хорошо – и русские, и английские. То есть свою функцию подсветка выполняет. Жаль только, что атмосферу не создает. Но у всех предпочтения разное. Поэтому не буду на этом зацикливаться и перейду к следующей строчке рейтинга. Тройку лучших открывает Defender Bleed GK240L. У нее с подсветкой никаких нюансов нет. Разные цвета, 12 режимов, радуга и все то, что создает нужный вайп во время игры. Поэтому можно нормально так поразвлекаться с этим делом при желании. Но есть и еще кое-какие важные моменты. Во-первых, это полноценная механика на переключателях Outemu Blue. Громких, звенящих, щелкающих Outemu Blue. Клавиатура работает реально громко. Это вам не мембранка и даже не полумеханика. Поэтому будьте готовы. Хотя уверен, что большинству такое щелкание как раз доставляет удовольствие. Ведь есть что-то особенное в этом. А если хочется немного потише, то никто не мешает заморочиться. Можно и смазать все, что надо, и зашумоизолировать. Так что весь потенциал не ограничивается производителем. Все в ваших руках, стоит только захотеть. Ну и к достоинствам этой клавиатуры отнесу еще верхнюю часть плейта. Она сделана из алюминия. Собственно, в том числе поэтому у клавиатуры громкий щелчок. Но важен сам факт прочного металла, который вызывает доверие. Да и просто по-человечески приятные ощущения испытываешь, когда вспоминаешь, сколько денег отдал за девайс, а он даже не полностью изгалимого пластика. Еще и светится так красиво. Вообще класс. Не хватает разве что какой-нибудь подставки, чтобы руки не уставали во время игры. Но это уже совсем нюансы, которые встречаются в более дорогом ценовом сегменте. Топ 2. Sven KB G8500 G8500. И первое, чем она привлекает? Подсветка. Только немного в другом плане. Здесь для лучшего эффекта решили сделать сразу прозрачным весь корпус, чтобы уж наверняка привлекательно выглядело. Однако забыли добавить хоть сколько-нибудь интересных эффектов. Выглядит это красиво, вопросов нет. Но из всех анимаций, которые могли бы переливаться и смотреться просто отпадно, оставили только лишь дыхание. Плавное затухание цветов. И все. А жаль, было бы очень классно посмотреть на какую-нибудь более динамичную подсветку. Но и это заставляет по-другому посмотреть на клавиатуру с менее привычного ракурса. Поэтому во время игр или рутинного использования можно будет и клавиши без труда разбирать, и атмосферу в комнате создать без отдельно выделенной RGB ленты. Хотя на счет второго я, конечно, преувеличил. Но решающую роль сыграло то, что эта клавиатура мембранная. Механика механикой, но мало кому нравятся громкие щелчки во время игры. Поэтому для таких на второе место я и поставил хорошую тихую мембрану, которая не будет будить по ночам сожителей. 104 клавиши без всяких придумок, металлическое основание корпуса и компактный дизайн, даже для полноразмерной клавы. Как по мне, очень хороший вариант за свои деньги. Лучшей игровой клавиатурой до 2000 стала Gamebird KBG520L. Первое, чем она привлекает внимание? Практичность. И речь идет даже не о компактности. Намного интереснее подставка под планшет и смартфон во всю длину клавиатуры. Конечно, кому-то это вообще покажется лишним, но если действительно есть нужда в удобном размещении девайсов, то это решение выглядит неплохо. А в остальном это все та же механическая клавиатура на 87 клавиш. Нет дополнительных мультимедийных. Но, как и везде, регулировка звука, включение всяких программ происходит через комбинацию клавиш с Fn. Как по мне, это не очень удобно. Приходится отрывать руки от мышки и тянуться к нужным кнопкам. Но дело привычки и надобности. Кто-то ведь вовсе этим не пользуется. Поэтому в критичный недостаток этот момент тоже записывать не хочется. По свечам ситуация не изменилась. Те же синие щелкающие переключатели, но уже отжишен. Тоже громкие, с длинным ходом, но этим и примечательны. В играх хорошо чувствуется нажатие. Не нужно наваливаться всем весом запястья, чтобы кнопка нажалась. Да и срабатывает все с первого раза. Ну, а те, кому хотелось бы других ощущений, всегда могут изучить тему поглубже и впаять понравившиеся переключатели. Ну или хотя бы смазать и накинуть шумоизоляцию. В общем, модернизацию никто не отменял. Конечно, намного удобнее было бы с свапом. Технологии, которые позволяют пулерам вытаскивать свечи и ставить другие. Но не будем забывать про то, что все-таки это бюджетный класс. Поэтому в случае чего нужно будет побольше заморочиться. Сама клавиатура тоже имеет металлические вставки. Поэтому не создает ощущения хлипкости. Даже наоборот. Чувствуется, что клава реально прочная. А с хорошей подсветкой еще и красивая. Здесь есть 10 ярких режимов работы. И не скудный один-единственный. Поэтому с этим тоже можете поразвлекаться. Но главное, что светит подсветка как надо. Каждый символ видно и днем и ночью. Внутренности, как у прошлой от Sven, не рассмотреть. Но и без этого красиво. А больше и не нужно. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. Стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор. Субтитры создавал DimaTorzok